Здравствуйте, я Александр Герасименко. Уверен в себе – это чувство, которое то приходит, а то не приходит. И сегодня человек, желая быть уверенным в себе, на самом деле загоняет себя в ситуацию, в которой он всегда ждет. Вот буду я уверен в себе, вот тогда я к действиям перейду. А пока что не уверен, можно ждать этой уверенности. Придет она, и тогда я начну действовать. Уверенность в себе – это прекраснейшая отговорка снять себе любую ответственность. Вот он в себе уверен, пускай он и действует. А я пока что дождусь. Я расскажу вам сегодня, как я пришел к моему мнению про уверенность в себе. И мнение, самое главное, в одном предложении сейчас звучит так. Мы не должны быть уверены в себе. Мы должны иметь смелость действовать на основе наших принципов, вне зависимости от того, уверены мы в себе, либо нет. Впервые я познакомился с темой уверенностью лет 20 назад, когда я на самом деле понял, что это такое. Я общался с одним из миллиардеров, и тогда у меня был такой период жизни, я обучал людей английскому языку, и он был одним из моих учеников. И в одном из наших разговоров, я во многом к ним прислушивался, потому что миллиард долларов – это очень большие деньги сегодня, тогда это было просто безумные деньги. Поднялась тема уверенности в себе, и он говорит, а зачем тебе быть уверенным в себе? Я понимаю, сейчас, возможно, будет один из тех уроков, которые меня сейчас нужно будет извлечь. Уверенный в себе человек работает на основании затуманенного сознания, и его решения будут неправильными. Впоследствии я находил огромное количество подтверждений этому мнению. Я расскажу вам сейчас ситуацию, в которой очень ясно было видно то, что он имел в виду. Таиланд, Паттайя, и бойцы Муай-Тай устраивают там показательные выступления, и каждый из туристов может надеть на себя перчатки, выйти на ринг и поспринговаться с профессиональным бойцом Муай-Тай тайского бокса. Одевает на себя перчатки. Такой вот псевдо-боец наш, килограмм так 130 вес, причем видно, что к спорту он имеет отношение через телевизор и пиво только. Он выходит на ринг, начинается так называемый бой, и в секундах через 15-20 этого боя его достают в состоянии глубокого нокаута с ринга, из-под нижнего каната, и он полностью без чувств. Подождите, а он же был очень уверен в себе. Вы бы его видели, как он надевал эти перчатки, он там что-то кричал, что-то показывал. Он просто сейчас должен был убить того тайца. Ничего этого не произошло. Почему? Потому что именно он был в состоянии уверенности в себе. Ситуация, которая покажет, что ему не хватило. Несколько лет назад я запомнил это, потому что у меня был очень интересный алгоритм мышления в тот момент. Я еду на выступление, меня пригласили партнеры, я знаю, что сейчас буду выступать перед аудиторией более чем тысячи человек. И я ловлю себя на мысли, что я же совершенно не волнуюсь. То есть что со мной случилось? Раньше я волновался перед выступлениями живыми, я волновался перед выступлением на камеру даже. Я еду, меня совершенно это не беспокоит. Что стало со мной, я себя спрашиваю. А не обнаглел ли я? Или может быть как-то я вошел в состояние такого безумца того же, который выходил на ринг в Паттайе? Нет, говорю себе я. И дело в следующем. Я еду не уверенный в себе. Я понял, что я совершенно не уверен в себе. Но я уверен в моих рефлексах. И как только я выйду на сцену, это именно то, чему не хватило этому бойцу на ринге. Ему не хватило рефлексов. Я же выйду. Я знаю, что у меня на сцене тысячи и тысячи часов. И вне зависимости от состояния, в котором я туда приеду, мои рефлексы полностью возьмут меня под контроль. У меня есть огромнейший-огромнейший опыт, который я выношу везде, где бы я ни был. И там все получится просто феноменально, как всегда и получается. Но дело здесь не в моей уверенности в себе. Здесь дело в том, что у меня есть рефлексы, которые я отработал. Я вынес эту мысль дальше. И я сегодня понимаю уверенность как поведение человека, в котором нет ничего лишнего. Нет лишних слов, нет лишних мыслей, нет лишних выражений, нет лишних жестов и лишнего поведения. И отсутствие лишнего означает, что человек может быть сфокусирован на деле. И он не занят всем остальным. И в этом и есть главная функция того, что мы называем уверенностью в себе. Уверенность в себе – это отсутствие лишнего в мышлении и в поведении. При этом интереснейшая мысль. Люди думают сегодня, что уверенность в себе им поможет. И ждут ее. Это очень ошибочно. Потому что, как говорил Илон Маск, в один из периодов, когда компания Тесла была на грани краха, он давал 10% на выживание компании Тесла. Вы себе представите, что было бы, если бы Илон Маск не действовал дальше, а ждал бы именно уверенности. Он сказал объективно 10%, что компания Тесла выживет. И тем не менее он упорствовал. Сегодня Илон Маск – самый богатый человек в мире, именно благодаря тому, что он владеет акциями компании Тесла, которую бы он забросил, если бы ждал бы уверенности в себе. Но что сделал Илон Маск? Он нашел в себе смелость упорствовать на основании принципов правильных развития компании, в отсутствии уверенности в себе. Я сейчас еще раз это повторю, потому что это самая важная мысль. Люди сегодня находятся в состоянии вечного любителя. Чем отличается любитель от профессионала? Любитель всегда действует от вдохновения. Придут чувства, тогда я буду делать. Профессионал же действует вне зависимости от своих чувств, потому что это надо делать. И это его отличает от любителя. Я сегодня хочу оставить вас с мыслью, что нам не нужна как таковая уверенность в себе. Если она возникает от отработанных шаблонов поведения и рефлексов, хорошо, что она есть. Но если этого нет, то мы можем к ней только выйти через практику правильных принципов, вне зависимости от того, есть у нас чувство это делать, либо нет у нас этого чувства. Есть у нас уверенность, либо нет уверенности. Фактически уверенность сегодня это допинг. Это допинг, когда человек максимально лишен страха. Это очень приятно уйти в зону уверенности от страха, потому что страх это самое негативное чувство. И когда ты уверен, у тебя нет страха. Люди хотят быть уверенными не потому, что им это полезное чувство, либо что-то оно поможет. Нет, нет. Только потому, что это чувство максимально лишенное страха. И в этом они заблуждаются, потому что в чувстве уверенности у них, во-первых, мало опыта быть. Если мы в этом состоянии находимся редко, то мы допускаем большое количество ошибок в этом состоянии. Мы не можем себя считывать правильно и не понимаем даже, как себя вести. Оно приятно, да, но оно затуманивает наше мышление. И вторая очень важная вещь. Это состояние редко так, что оно редко приходит. И мы не приходим к действиям. И поэтому ждем, ждем и ждем, вместо того, чтобы действовать и учиться. Я резюмирую все одним предложением. Нам не нужно состояние уверенности в себе. Нам нужна смелость действовать вне зависимости от того, уверены мы в себе, либо не уверены на основании наших принципов. С вами был я, Александр Герасименко. До встречи.